Детство 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 День детей бывает в Испании. Там он отмечается 5 января и носит название «День трех королей». Три короля-волхва шествуют по улицам города и раздают детям сладости. Любой ребенок, который сядет на колени короля, может получить подарок. Правда, при этом придется пообещать хорошо учиться и примерно себя вести. В Японии дети отмечают свой праздник целых три раза в год. В марте отмечается День девочек. Родители устраивают для дочерей целую выставку из чудесных кукол в расшитых старинных одеждах. В этот день девочки в нарядных кимоно ходят друг к другу в гости, как настоящие дамы. Они любуются куклами, угощаются и дарят друг другу подарки. В мае наступает время отмечать День мальчиков. Те, у кого есть сыновья, вывешивают перед домом флаг с изображением карпа. По мнению японцев, эта рыба символизирует стойкость и смелость. В домах, как и в День девочек, устраивают выставку кукол, но теперь это фигурки воинов в доспехах и с оружием. Готовятся и особые блюда из риса. Например, рисовые лепешки, завернутые в дубовые листья. Считается, что такая еда сделает мальчика сильным и здоровым. Наконец, в декабре празднуется еще один интересный праздник, который называется «Три-пять-семь». Три года, пять и семь лет. Это самый счастливый возраст детей, по мнению японцев. В этот день дети – маленькие властелины. Их балуют, им дарят так называемые тысячелетние конфеты. Очень длинные, тонкие конфеты, на которых изображены символы долголетия. А еще этот праздник известен как День фотографирования детей. Ведь родителям очень хочется сохранить для детей память о самом счастливом возрасте. В Швеции тоже разделяется День мальчиков и День девочек. Праздник для мальчиков устраивается в августе и называется также Днем лангуста. В этот день мальчики разгуливают по городу в костюмах гигантских раков. Ведь лангуст, в понятии шведов, символ смелости и упорства. А вот девочки в свой день, который отмечается зимой, изображают святую Люсию. Они надевают белое платье с красными поясками и короны со свечками и ходят по улицам в сопровождении свиты. Девочки поют песни и угощают всех, кто им встретился, булочками. Кто не любит конфеты? В исламских странах поеданию конфет посвящен особый день, и его по праву можно назвать праздником детей. В этот день им разрешено буквально объедаться сладостями. Не обходится День детей и без веселых переодеваний. Например, в Колумбии дети надевают красочные маски, наряжаются как клоуны и гуляют по улицам. Но в некоторых странах Африки устраивают еще более веселый карнавал, потому что там он длится целый месяц. Месяц переодевания, танцев и пения. И все это в честь детей. А вот в Бразилии вместо подарка на День детей можно получить укол, вернее прививку. Ведь бразильцы очень беспокоятся о здоровье своих детей. И поэтому детский праздник у них совпадает с Днем борьбы с эпидемией. Поэтому в этот день детей обязательно осматривают врачи. Ну а как же отмечают День защиты детей в России? Детский праздник в России проходит 1 июня. В школах в этот день проходят праздничные мероприятия, организуются концерты и представления. В городах проходят конкурсы рисунков на асфальте, спортсмены и актеры посещают больницы и интернаты. И, конечно же, День защиты детей — это ярмарки, воздушные шары, веселье, игры. Почему так важен День детей? Каждый год он напоминает нам о том, что нельзя забывать. Дети очень дороги взрослым. Взрослые должны стараться сохранить детство. Именно поэтому в мире существует множество организаций, которые призваны защитить детство. Защитой прав детей занимается Организация Объединенных Наций. В 1989 году в ООН была разработана Конвенция о правах ребенка, где прописаны абсолютно все права детей. В рамках ООН был создан Детский фонд ЮНИСЕФ, действующий более чем в 190 странах мира. В центре внимания фонда — выживание, развитие и счастливая жизнь каждого ребенка. На страже прав детей стоят такие международные фонды, как «Спасем детей», «Друзья», Европейский фонд помощи беспризорным детям. Есть даже Всемирное движение в интересах детей, которая объединяет несколько крупных организаций. В Российской Федерации права детей регулируются Конституцией и Семейным кодексом. Есть и особый закон о гарантиях прав ребенка. Со всеми этими законами можно познакомиться в библиотеках или в интернете. Можно даже просто набрать в строке поиска «Права ребенка» и получить всю необходимую информацию. Искра детства в груди, пусть с годами не гаснет, Ничего нет прекрасней. Искра детства в груди, много дел впереди, И становится ясно, жить на свете прекрасно. С искрой детства в груди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok